Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уникальная просто возможность для нас И мы действительно с ребятами Подготовили несколько таких вот прям Вопросов, которые Интересуют нас и очень надеемся Тоже, что они будут полезны Также и слушателям Давайте Первый вопрос Я их себе выписала Поэтому буду так подсматривать Как научиться понимать И принимать то, что родители Всегда Желают нам только лучшего Пусть даже иногда их советы Кажутся нам слишком непонятными и неправильными Но в 90% случаев Они правы Родители советуют Я делаю по-своему И потом жалею об этом Так вот, как научиться не делать по-своему Этот вопрос задают На самом деле Спрашивают о разуме Потому что есть три типа разума И первый разум Первый тип разума Он воспринимает на слух То есть у него внутри Есть опыт такой И он интуитивно понимает Что это правильно И не поступает так Например, человек может Прочитать Библию и сказать Это священное писание Я буду так жить Это очень высокий уровень разума И есть подростки Вот с таким типом разума Которые слушают Интуитивно понимают А не просто соглашаются Ну как бы Согласиться тоже же можно С разных позиций Правда? Можно согласиться Просто потому что Мама сказала Я своего мнения не имею И это на самом деле Не есть хорошо Потому что Соглашательства В итоге это такие будут Адаптивные дети С одной стороны Как будто бы Для родителей Это очень удобно Но для подростков Это на самом деле Не очень хорошо Потому что В конечном итоге Они Ну Такими соглашателями По жизни останутся Вот Поэтому Интересно Что родители Любят вот таких детей А потом говорят Почему у меня ребенок Вообще не может Вовне высказаться что-то Но на самом деле Потому что Мы им не давали Они не практиковались А практиковаться Они должны на нас На родителях По сути Поэтому Когда я говорю О таком Высоком типе разума Я имею ввиду Что Ребенок В сердце Соглашается С этим То есть Его Он как личность Тоже с этим согласен И он Когда Это высокий тип разума Это Таких людей Не так много Сразу хочу сказать Дорогие подростки То есть Это Наверняка Есть среди вас Такие Но это Не такая уж Такая простая вещь Другая Другой тип разума Это разум Большинства Людей Ну тоже Не очень Есть третий тип разума Который тоже Большинство Так вот Этот тип разума Он Когда слышит что-то Он У него Возмущение такое То есть Подростковый пункт Есть такой А чего это ради Почему это так Я хочу свой опыт получить Мама Ты свою жизнь прожила Почему ты решила Что я не должна Свою жизнь прожить Ну хорошо У тебя такой опыт У меня другой опыт Мало того Подростки очень часто Наблюдают Что родители Которые советуют Это им Они сами Не очень-то успешные Не очень-то счастливые Они думают Ну вот Буду я еще Идти по их стопам В конечном итоге Буду вот такая же Унылая Не хочу И то есть У подростков Есть такая Особенность Они бунтари По своей природе То есть И поэтому Они низвергают Авторитеты И даже Тогда Когда очевидно Есть пользу Но они Должны набить Свои шишки И вот они Набивают шишки Говорят Эх Мама была права Точно Но зато Это теперь мой опыт И я просто говорю Мам Да ты была права А может даже и не соглашаюсь С этим Потому что я Так сказать Бунтарь И думаю не буду Ну Права и права Но я даже и не хочу Это показывать И третий тип разума Это Ну совсем Можно сказать Почти отсутствие Такового Потому что Это знаете Как По-моему Это в кино Калина Красная Было такое Выпил Украл в тюрьму Выпил Украл в тюрьму Да То есть Человек вообще Не получает То есть Он набивает Шишки И опять То же самое На те же грабли Наступает Это грабли Ему по голове бьет И он говорит Что это такое вообще Че происходит вообще Че происходит И ему объясняешь Пытаешься говорить Но так как у человека Недостаточно благочестия Вообще Когда мы не можем Получать знания Это отсутствие благочестия Об этом говорит Боговый гидр И поэтому Таких подростков Очень важно занять В каком-то служении У меня есть друг В Ташкенте Шухрат И он Был Я не знаю Помню Там директор Или Вот это Колледж Причем колледж Там очень много Было таких Ну так сказать Не Ну Трудных подростков И они там Приводы в милицию Они там Выбивали Там Курили Это уж само собой Ну то есть Баловали всякой ерундой И вот он Начал Организовал Программу Пища Для жизни Они начали Кормить бездомных И Начали концерты Показывать Ездить по детдомам И вот эти Бунтующие подростки Они по своей природе Очень хорошие ребята На самом деле Да То есть Ну просто Вот такая странная У них Природа И Когда они начали Просто помогать Просто Они увидели Как это вкусно Что Это классно И у них появился Живой опыт Личный опыт Такого Что оказывается Есть другой вкус жизни Для этого Не надо Уходить В какой-то Алкоголь Или наркотики То есть Можно получать Счастье По-другому совершенно И по мере того Как они помогали Обратили все внимание Что ни одного Привода В милицию То есть Вообще Колледж Выровнялся Очень сильно И по успеваемости И по всем остальным делам Это один пример А таких примеров Я могу бесконечно Множество Приводить Поэтому Говорится Что Багаладгите Также говорится Зло никогда не одолеет Того Кто творит добро И мудрецы Они не беспокоят Они занимают Чем-то Таких Людей Потому что Ну какой смысл Это как Ну очень Хлёсткая такая Фраза Иисуса Что Не лечите бисер Перед свиньями Не имеется ввиду Что человек Свинья Нет Но свинья Не сосредоточена На получении знаний Она сосредоточена На получении удовольствия Поэтому им нужно Дать удовольствие Другого толка И вот тогда Это будет возможно И задача взрослых Я надеюсь Наша аудитория взрослых Слушается Как раз таки Во-первых Самому быть в этом Потому что Это как У этого же Шухрата Ему сын написал Папа Я тобой горжу Ну то есть Сын С которым были напряженные Отношения Именно из-за счет того Что папа начал Так вообще Столько благотворительности Заниматься Столько вообще И сын наблюдает Что отец Это делает Не просто себе В дом В дом В дом Чего-то тащит А он помогает Вообще Многим другим людям Неимущим Бездомным И так далее И сын сказал Я тобой горжусь Потому что Ну Любой ребенок Ему важно видеть Когда родители Ну Что-то такое Делают светлое В этом мире Это любому ребенку И когда Такой ребенок Видит Он думает Вау Ничего себе Да И он Даже если он Это не делает Но у него Это записывается Внутри Записывается Как нечто Важное И ценное Вот Поэтому Это вот об этом Спасибо вам огромное Право хочу сказать Что вот Ваш проект Разум Тинс И та школа Которую вы планируете Мы планируем Вернее Это лидер Новой эпохи Это как раз таки Способность переводить С одного уровня На другой То есть Есть пять типов Сознания у людей И вот если мы Организуем таким образом Учебу Чтобы например С первого уровня Человек перешел на второй Со второго на третий С третьего на четвертый То есть Чтобы человек Во-первых Человеку очень важно Прогрессировать Внутри себя Это любой человек Хочет испытывать Просто Большая часть людей Даже не знают Они не знакомы С этим вкусом Для Нынешней молодежи Самый большой вкус Это на самом деле Сексуальные удовольствия Они думают Что это Под предел Желание Фотолог И поэтому Они все Красятся Мажутся Привлекают Просто как Биологические особи А это Всего лишь Вторая чакра Из семи А на каждой чакре Новое чувство Счастья Новое 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 И если бы Ребенок это чувствовал Чтобы его туда Не палкой загоняли И не просто Чувствовать вины Стыда Какой-то Ты вообще Какой-то Не такой И так далее Ну то есть Это Ну просто Бунт будет Запретный плод Сладок Так мы должны Показать Что Есть яблоки Покруче Повкуснее Поароматнее Чего-то привязался К этой кислятине Вообще Не знаю И Ребенок Он может Оставить что-то Только Да и взрослый Кстати Сказать Только когда У него есть Высший вкус А если мы Высший вкус Не даем А просто Запреты Какие-то То Понятное дело Что Ну что вы будете Бунтовать Это же очевидно Спасибо вам огромное Вот отсюда Вытекает вопрос Сейчас Нынешняя молодежь Ну как Мы знаете Вот заходим В инстаграм Открываем И У нас дома Не всегда есть пример Не всегда Родители Являются для нас Авторитетом Вот за кем На кого мы смотрим И такие Вау Я вот хочу стать таким Но мы открываем инстаграм И там Допустим Сейчас Нам показывается Картинка Как допустим Там молодежь Они тусят Вместе Отдыхают Встают В два дня И вроде Им так круто И на это ведешься И кажется Что это здорово Кажется Это и есть Высший вкус Как вот устоять В современном мире И все-таки Возвысить свой разум Как Ну Не вестись На вот эту вот Мишуру Так скажем Ну вы знаете Ты знаешь Дорогая Лера Я хочу сказать Что То что Молодежь ведется На вот такой вкус Это вот камень Лично в мой огород Потому что Я считаю Что Это означает Что мы плохо Доносим То знание Которое у нас есть Мы плохо Проповедуем Мы плохо Придумываем Разного рода Программы Мы плохо Разговариваем С молодежью Мы не интересны И интересна Вот такая вот Мишевая Поэтому нам Нужно искать Возможности Для того Чтобы это Передавать И вот тому Свидетельство Твой ролик Который ты только Что разместила Посмотри Сколько огромное Количество Откликов Я не знаю Сколько откликов Подростков Но взрослые люди Очень сильно Откликнулись Вот И наша задача Обучить Такую молодежь Как-то знаете Как ловцам Жемчуга Было ведь Вот эти Жемчужины И чтобы эти Жемчужины Стали настолько Интересными Настолько Красивыми Настолько Чтобы Ну как бы Это Ведь Знаете Чувства Они примагничиваются К объектам Чувств И Просто стоять Тут нотации Над этим магнитом Читать Бесполезно Мы должны Сделать Такой Другой Такой Магнит Что железо Само Отвалится Вот Поэтому Это Наша Задача И Я вот Не списываю С себя Ответственность Я считаю Что Каждый раз Когда вижу Я подростков И у меня Сердце болит Очень сильно Я понимаю Что Ну Думай Ищи Находи Вот Тебя трясу Всех остальных Трясу Вот Наших Слушателей Будут Тоже Тряси Может Среди них Есть Какой-то Такие Таланты Таланты Создавать Какие-то Мультики Ролики Игры Фестивали Может быть Здесь есть Бизнесмены Которые могут Спонсировать Например К тому же Шалу Александровичу Когда мы ездили И делали Парламент Детский Я думаю Это Вот расскажи Пожалуйста Каково тебе было Вот это Проживать Этот детский Парламент Детский Парламент Детский Парламент Я помню Это Было Такое Чувство Как будто Тебя Наконец Услышали Потому что Шалва Александрович Он Организовал Вот это Как настоящее Такое Заседание Политическое Мы там сидели Обсуждали Вопросы Обсуждали Вопросы Не то Что там Ну Что-то Вот такое Что обычно В парламентах Наверное Обсуждает Он спрашивал Что такое Благодарность Что такое Доброта Мы такие Сидим И Как будто Бы Вот Это на самом деле То что действительно Стоит обсуждать И это реально Вот Привлекательно Вкусно И я вот Сейчас вспоминаю Почему было это Так интересно Наверное Потому что Шалве Александровичу Были интересны Мы сами И Вот этот Любящий его взгляд Вот эта Любовь его Мудрость Он мог и что-то Жёсткое сказать Но Это было Настолько Вот пропитано Какой-то Заботой Любовью Не знаю Ты это сердцем Чувствуешь И Я больше всего На свете Счастлива То что я Встретила вас И Шалве Александрович И других учителей Александра Геннадьевича Хакимова Потому что Ну Вот эта доброта Взрослых Которая идёт От сердца Вот этот Живой интерес И как бы Непотакание Что вот Я хочу тебя научить Вот тебе Духовные ценности Давай Живи правильно Вот так И так Нужно Ну Это не чувствуется Чувствуется просто Как Наверное Это то Что исходит От Господа Это Его любовь Вот такая И Взрослые Они В таком случае Становятся Проводниками Вот Как раз таки Какой-то другой Любви От родителей Не всегда Этого получаешь Потому что Бывает Такое Что Ну как Такое чувство Возникает И это сейчас Будет следующий Мой вопрос Вам Когда родители Как будто Хотят из тебя Что-то выжить Вот Когда Ну Хотят Не знаю Чтобы ты Создал им Какую-то атмосферу Чего-то додал Допустим Они сами Недолюблены И ожидают От тебя Вот этого И Что в таком случае Делать Ты вот порой Не знаешь Не знаешь Как быть Хочу Во-первых Сказать Что Вот Шалва Александрович Он убеждён Я тоже убеждена В этом И это опыт Подтверждает Что И я думаю Что Примосхищу Вопросы Некоторых Взрослых Хочу сказать Что Вот эта идея Что взрослые Неинтересны детям Она абсолютно Неверная То есть Если вы Неинтересны То вы Естественно Неинтересны Детям А если вы Интересны И вы можете Общаться С ребёнком Несвысока То ребёнок Гораздо лучше Развивается В присутствии Взрослого Я вижу Как вообще Дети Они просто Бегут Навстречу Они бегут Им интересно Они спрашивают То есть Вот И если По какой-то причине Это не происходит Это означает Что в какой-то момент Я это Утерял Это ответственность Взрослого Не ребёнка Вот А что касается Того Что родители Ты знаешь Родитель хочет Гордиться Ребёнком Вот И у него Есть своё понятие Чем он может Гордиться Оно не всегда Соответствует Тому Что ребёнок Чувствует Но родители Это бессознательно Совершенно Делает Я помню Даже вот Папин взгляд Вот Я помню Что папа Он очень оценил Меня И Если я там Не дай бог Поправлялась Это было видно В его взгляде Вот он просто Смотрел так И он мне ничего Не говорил Но я это понимала Что это Что-то не круто Вообще Потому что папа Ну так У него хватало Так-то Ну как бы Не говорить Это ничего Но Это чувствовалось А дети Они очень болезненно Воспринимают Сейчас я обращаю внимание Та же самая история У меня с детьми Я так Тоже могу Это Такая вот вещь Знаете Это эго Оно воспринимает Я мне моё То есть ты к другим детям Совершенно по-другому Относишься А вот из-за того Что это твой ребёнок Вообще говорится Что эго Оно очень сильно Проявляется В финансах И в детях И вот То есть люди Как-то с финансами Очень плохо Расстаются И как-то Ну очень Напряжены В этой связи Да И с детьми Они очень напряжены Потому что Ладно я неуспешна Если мой ребёнок Неуспешный У меня есть такое чувство Что я вообще просто Никудышная мать Никудышная В общем И я не могу это пережить И поэтому Начинаю орать на ребёнка Ты давай Становись Я хочу наслаждаться Через тебя Ну конечно Я так даже и не думаю Я-то думаю Что я воспитываю Это у меня Есть один знакомый Очень травмированный человек На самом деле Он взрослый Он же даже Можно сказать Ну В возрасте За 50 Но Его Была драма В том Что его Ну то есть Он был Внуком Очень именитого Человека Который при Сталине Было очень именитый И его репрессировали Он был такой Ну просто Ну верхним Ошелом власти Когда Мать его отдали В детдом Ну то есть Всю семью Покорёшила Потом Наступили Оттепель 60-х Их реабилитировали И она вдруг Из того Что она вот Ну была забитая Девочка в детдоме Вдруг она становится Профессором Всё И у неё Сын рождается И она Подсознательно Ну как бы Настолько страдала Она подсознательно Теперь думает Что сын Станет вот этим Вот Дедом Ну то есть Он станет Вот таким же Крутым А сын становится Просто обычным Музыкантом Ну как бы Для обычного человека Это не обычный музыкант Но Когда ты ждёшь Генерала А к тебе вдруг Приходит Я не знаю Пиликать на Трёх струнах Это Ну то есть Вот такое восприятие И Это было настолько Она говорила Давай подтягивайся Давай то Она из него Выжимала Выжимала И в конечном итоге Он фактически сломался Он Ну то есть Крайне Неудовлетворённый Неумиротворённый Человек Даже в своём Сейчас Возраст То есть Вот эти детские Травмы Они очень серьёзны Вот Поэтому Нужно Учиться Разговаривать Учиться Разговаривать И со стороны Ребёнка И со стороны Взрослого Несомненно Пальма первенства Здесь должна быть Способности Находить общий язык Одно на взрослым Потому что Простите Если вы Сорок лет прожили И не можете Никак договориться Почему вы С пятнадцатилетнего Требуется То есть Это ваши Квалификации Но Это не значит Что ты сейчас Должна прийти Сказать Мама Это твоя Квалификация И ты Дисквалифицирован Это будет Ну просто Это я сейчас Говорю взрослым Но детям Я бы сказала Что Ваша задача Ну как бы Говорят Что самолёты На разных высотах Не сталкиваются То есть Если ты сталкиваешься С кем-то Это означает Что летишь На их высоте То есть Если Мама Взрослая Это её полёт Здесь А ты маленькая Девочка Ну даже Пусть Девушка В любом случае Она должна Всё равно Уйти вот так То у тебя нет Причин с ней Сталкиваться Причина Сталкиваться Появляется Когда ты Залетаешь Не на свою высоту И на таран Идёшь к маме Да Ты начинаешь Ей указывать Как жить И вообще Вот Проблема начинается И она наоборот Спускается на твой уровень И начинает Жаловаться тебе Ну то есть Играть в себя В маленькую девочку Там тоже начинаются Столкновения И поэтому каждому Нужно занять Свой коридор Тебе Вообще Подросткам Которые нас слушают Свой коридор Надо занять тем Что Просто Понимать Что я ещё У меня ещё Нет никакого опыта И Порой Просить надо Не требовать Как бы Природа подростка Бунтовать и требовать Да И на бунты На требования Очень часто Бывает подзатыльник Или там Не знаю По меньшей мере Наказание Поэтому сказать Мам научи Пожалуйста Я У меня есть Трудность А ты мудрая Я верю Что в тебе Есть опыт В тебе есть В тебе гораздо Больше всего Способности уважать Способности любить Способности быть Нимательной У тебя Больше этого всего Научи меня Пожалуйста Даже когда я себя веду Как-то не так Пожалуйста Научи меня Я буду учиться И вот Если маме Подойти Вот с таким Это Мама конечно Начнёт Нравоучение читать Но она внутри Всё равно будет Ну как бы Как вам сказать Ну вот на такую Искреннюю просьбу Нравоучение Это не читается А как бы Сердце на распашку Становится Потому что В наших сердцах Есть Господь И у мамы И у ребёнка Есть Господь И поэтому Стучитесь туда Не влетайте выше Не опускайтесь Ещё ниже И играйте С себя Такую вообще Какую-то Замухрышку Такую страдальцу Вот А взрослейте Взрослейте У меня к тебе Есть вопросы Потому что Это же такая Уникальная возможность Поговорить С подростком И выслушать Вот я сейчас Рассказала Как подростку быть Скажи пожалуйста Что особенно Ранит Вас Что вам Сложно Переварить И что вы Ожидаете От взрослых Мэрина Я просто сейчас Вот так вот Слушаю Поэтому Конечно Параллельно Идут Ну как бы Пересмысления Тоже внутри На свою жизнь Прилагаешь И понимаешь Ага Значит Вот так вот Нужно Наверное То что ранит Это Я могу Наверное Сейчас Только за себя Наверное Больше сказать Это Когда Как раз таки Когда взрослые Занимают Позицию Ну как Как будто бы Как будто бы Младше То есть Как будто бы На тебя Стараются Какую-то Вот ответственность Возложить Я имею ввиду Сейчас то Что вот там Ты должна Выслушать Ты должна Вот это переварить Начинает тебе Сливать И вот это Действительно Становится Непосильной Ношей И Так как Ну хоть Думаешь Да у меня Как бы Своего-то Полно То есть Я целый мир Для себя Открываю Тоже шишки Набиваю А мне еще Вот от старших Вот это вот И обычно Это Ну не просто Вот как-то Переваривать И В тот же момент Я понимаю Что Ну Господь Для чего-то Это устраивает И Я помню Как у меня У самой Была претензия На то что Там Ну на Определенное Поведение Мамы Мне казалось Ну Я сама по себе Чего такая молодая Вот Ахи-хиха-ха Мне как бы Все весело Радостно А у мамы Уже другой Ну определенный Жизненный путь Определенные Трудности И Я от нее Постоянно Требовала Вот тоже Чтобы Ну мне хотелось Вот какую-то Атмосферу В доме Тоже Такой веселый Вот такой Прямо Классный И Моим разочарованием Было и претензии Ну почему Вот так Не может быть Вот Вот почему И когда мы с ней Просто Начинаем Разговаривать Начинаем Открывать Сердце Друг Друг И Самая Наверное Такая Великая Удача То что Есть Знания То что Есть В моей Жизни Вот Просто По милости Свыше Багавадгита С самых Ранних лет И я понимаю Что ну не просто так Я вот Не просто так Именно в эту семью Попала В какой-то момент Просто Я не знаю Это как-то Из сердца Пришло То что И раз Вот мама Так ведет Значит Это господ Передо мной Ставит задачу Мне наоборот Становиться Юморнее Мне становиться Ну как Учиться Вдохновлять Потому что У меня еще нет Вот этого Груза Кармы Груза Каких-то Таких Тяжелых Событий И Это само Идет Изнутри И когда Я перестала Ожидать Этого От мамы А начала Сама Вот когда У нас там Стычки Такие Начинаются Терки Начала Сама Как-то Там Где-то Юмор Где-то Что-то Я заметила Как она Начала Тоже Подстраиваться И у нас Вообще Конфликты Вот так Вот Легко Как-то Вот начинается Начинается И потом Сразу же Разрешается Это Самая Великая Удача То что Вот есть Именно Знания Вот эти Которые Опять-таки Она Мне Дала Ну да Это здорово Когда Смотришь На маму Глазами Благодарности Да Все-таки Она И жизнь Подарила Но и И конечно То что Ты важное Сказала И это Я часто Слышу От подростков И дорогие Взрослые Пожалуйста Обратите На это Внимание Что Свои Какие-то Личные Сложности Мы должны Переваривать С друзьями Мы должны Переваривать С учителями Мы не должны Переваривать Этого Детям Мы можем Делиться И От этого Мы становимся Ближе Я например Могу сказать Знаешь Я сейчас Прохожу Очень сложный Пожалуйста Помолись За меня Но ты знаешь Внутри Этого Периода Я становлюсь Сильнее Я становлюсь Мудрее Сейчас Еще пока Чувствую Что недостаточно Ни силы Ни мудрости Но я иду Вот поэтому Пожалуйста Помолись Чтобы я прошла И ребенок Будет интересоваться Мам Ну как ты там Да И говорит Ну вот Качаю разум Ты знаешь Вот И ребенок Видит Что во-первых Он учится Проходить трудности Что у взрослых Тоже есть трудности Но это не катастрофа И на него И на него не сливается Потому что сейчас К великому сожалению В неполных семьях Ребенок Как разменная монета Мать начинает На отца поливать Отец начинает На мать поливать И если ты Я предупреждает Я предвкушаю Что сейчас скажут Ну а если Хочет Это решать В каждом отдельном случае Что делать Но с нашей стороны Никоим образом Мы не должны Перекладывать Свою ответственность Ответственность Взрослых На Детей Какими бы они ни были То есть Даже если вам 70 А вашему ребенку 50 Значит Учите Своего ребенка Как мудреть А не просто стареть То есть Это тоже Урок В конце концов На смертном одре Учите ребенка Как уходить С желанием Встретиться с Господом А не цепляться Просто за мир И говорить Вот Не досмотрели Лекарства Не докупили Или еще что-то То есть Огромное количество Людей Остается с чувством Вины Потому что Ну мы Так и не выросли Мы не повзрослели И вы знаете Когда конфликты Начинаются Когда Взрослый Ребенок Сравнивается Возрастами То есть Если взрослый Так и остался На уровне Бунтующего подростка А тут еще Подросток Подросток Вот они и начинают Потому что они На новой высоте летают И там это будут Бесконечные конфликты Что делать Он не может вырасти Он на своем уровне Родители Нужно вырасти Если вам 40 У вас должна быть Адекватный разум До 40 лет Если вам 30 Значит у вас должен быть Адекватный разум Для 30 лет А у подростка У него адекватный разум Для 15 лет Вот он такой Ершистый С шипами С желанием Выпендриться С желанием Вообще Все До основания Затем Вообще Просто Это же ощущение Вот предки мои То есть это же Надо признать Что в какой-то момент Ты становишься предком Это автоматически означает Что ты немного С интеллектом Не в порядке Ну то есть Как-то ты еще Немного не удался Вот Но мы новое поколение Вот мы сейчас Конечно Все наконец-таки Разволим все А это вот поколение Эти предки Они ну просто Не знаю вообще Они музыку эту Не слушали Они крутые Они даже Долком не знают Ни того ни сего Я помню даже Когда моя мама приходила А я на всю громкость Слушала Битлз И там Разные другие группы Мама приходила А мама была Главврачом роддом А у нее там ор И тут она приходит Тут ор Она Выключи этот ужас Кто это так орет Я говорю Боже, какая некрустная Вообще Когда у меня сын Ходит в наушниках Правда И уже из наушников Там в наушниках Я слышу без наушников Я ему говорю Ты себе уши У тебя с ушами что-то Я говорю Со слухом будет Он такой же Грамотный Он говорит Да, мама, я знаю Это не вегьян Моя кошка На санскрите Знает, как меня лучше То есть По сути он говорит Это не уровень мудрости Вот На санскрите О да А сейчас Тебя, конечно Мама вегьяна Моя кошка Ну то есть Он вот такой Юморист В этом плане Ну вот это вот просто И здесь действительно Очень важно Вот Периодически Взрослому себе Напоминать Слушай, ну а ты Вспомни Как ты Я не знаю Еще помню Я выставляла колонки На балкон Зачем я это делала Почему двор Должен был Весь слушать Вообще Вот это Мне казалось Это так круто Это надо Такую громкость Включить И просто Ну ничего Как-то же Выжила И Ну как бы Не стала Там какой-то Вообще Просто последним Человеком Просто я так Громко музыку Слушала То есть Это Ну такой Период был Почему-то Мне так это Нравилось Помните Когда мы Были маленькие Нам нравилось В одном Черном Черном Городе Жил Один Черный Черный Такие Вообще Какие-то Ужас Рассказываем Обе так Трясемся Я помню С подругой Я как сейчас Помню Там у бабушки В деревне Там не знаю На печке Лежала Черном Какой-то Черный Альпинист Был Это тоже Такой Период Я же Не разговариваю Сейчас Про черного Альпиниста Да Я рада Что это С возрастом Проходит У меня тоже Проблема И с громкой Музыкой Мама приходит С работы И там Люди Люди Она начинает Что это Целый день Ты Ля-ля-ля-ля Сколько можно Разговаривать По телефону Сколько Слушать Можешь Я помню Я когда Запиралась В ванне В ванне Раньше В ванны Такие были Ну знаете Там Эхо Такое Было Вообще Я просто Заходила В ванну И пела Так громко Что моя бабушка Была в умыке Что такое Происходит Она сказала Что это так Красиво Вообще Просто потрясающе Ну то есть По-то русски Они все Самовлюбленные Им нравится Они либо Самовлюбленные Либо Ну как бы С комплексом Неполноценности Поэтому им нужно Ну как бы Научиться Сразу Как бы В адекват выходить Да Это может Но только Сделать Человек Который Сам в адеквате У которого Глубина Внутренняя Гораздо больше Нет звука Сказали Нет Есть Ну вот Поэтому Взрослым Очень важно Стать Самим Адекватными И Не сильно Нервничать На Подростков Которые Пробуют Себя В этой жизни Разных Ролях Примеряют К себе Такими Чудными Становятся Это Это адекватно Возраст Это не Это не Патология Там у нас Наши слушатели Пишут Давай пару Вопросов Каких-то Зачитай И потом Я бы хотела Чтобы мы Поговорили О разных Образовательных Проектах Ну выбери Какие-нибудь Вопросы Так Тебе как Подростку Можно Выбраться Вопрос Когда Взрослые Не верят Способности Возможности Своего Ребенка И когда Обесценивают Все Что значимо Ребенку И самого Подростка Как Личность Как быть В этой Ситуации Ну это Означает Что Взрослые Не верующие Потому что Как можно Не верить В частичку Бога С которым Связан Всемогущий Господь Мы даже Представления Не имеем Что Господь Развернет В этой Личности Альберта Эйнштейна Выгоняли Со школы Шао Манашвили Считали Вообще Полным Последним Двоечником Вообще Абсолютно Каким-то Неодаренным Человеком Вообще Все гениев Считали За Идиотом Понимаете И поэтому Но Потом Ну не будьте В этом числе Что касается Детей То тоже Очень важно Понимать Что Мы сами По себе Действительно Нули Вот это Ну то есть В общем-то Это не то Чтобы Ну какая-то Большая неправда Мы реально Все нули Но если Этот ноль Соединен С такой Большой Единицей Люди Господа У Господа Все ресурсы Все таланты Все И если Ваша жизнь Становится Интересна Господу И начинает Через нее Проявляться Ой Ну это же Очень интересно Я вспомнила В этом году Мы ездили В Гималайи В паломничество И вот как раз Лера с нами Тоже была И мы ехали По такому серпантину Там вообще Очень-очень высоко В Гималаях И под нами Были обрывы С этой стороны Отвесные скалы Такие А с этой стороны Прям ну В общем Туда лететь Я не знаю Сколько по времени Это нужно будет Достигнуть Этого дна Вот И Интересно Что И эти повороты Там такая природа Живописная Невероятно красивая И такие водопады И все И Ну А в автобусе Вообще В паломничестве Это очень крутое Такое Знаете Приключение Наши паломники Пишут Боже мой Ну неужели Мы не поедем Из этой пандемии В паломничество Так вот А Валерия Она снимала все И бегала От окна Как в окно И все это Снимала 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 И в какой-то А я Серьезно Говорила Осторожно Осторожно Ну она держалась За перила В какой-то момент Время Я так сильно увлеклась И она Значит снимает И в этот момент На повороте Дверь открывается И просто Вот знаете Как в замедленной съемке Она туда вот так вот Начинает вылетать И просто Ну это Это невозможно То есть Я просто Начинаю тянуться Это правда Знаете Как в кино Как в замедленной съемке И вдруг Какая-то Неведомая сила Оттуда Ну представьте себе На повороте На скорости Дверь открывается И другая сила Начинает закрывать Прям захлопнула дверь И мы такие Просто Это такое было чудо Ты помнишь? Да Конечно Я еще потом Всем распогнала И мама такая Господи Зачем ты мне это рассказала Я больше никуда не пущу Я говорю Ну 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 ты че Кришна Живот На сути Действительно Когда ты вылетаешь Так сказать В открытый космос Да То тут Единственный Кто рулит Всем этим Это Господь Это единственный Кто рулит То есть никто Не тебе мама Не тебе воспитатели Никто Но Господь Если тебе не пришло Время оставить тело Он захлопнет дверь На самом вообще Крутом повороте Все что он сделает И Это касается Всего абсолютно Поэтому Если мы связаны С ним То через нас Такие таланты И дарования приходят Что мы просто Можем Диму даваться Как вдруг Люди начинают Писать стихи Как Писать Я не знаю Какую-то музыку Очень потрясающую Картины Люди становятся Учителями Открывают школы Кто-то открывает Вообще Соприкасаясь с этим Возвращается И понимает Что нужно бизнес Весь перестраивать И становится Экологическое Что-то такое Такие происходят Ну Перестройки внутренние Поэтому Думать о том Что у вас ребенок Ограниченный Ну просто Снимите Свою ограниченность Потому что Ограниченность Это отсутствие Связи с Богом Дорогим И ничто другое Это и называется Неполноценность Потому что Полное целое Только Господь Мы с вами Неполноценны Но в связи С полным целым Мы становимся Очень даже Прекрасны И полноценны Спасибо вам Спасибо Это как Сейчас только что Прямо перед эфиром Мне друг один Вот как раз Из молодой гвардии Пишет Давно с ним Не общались И он пишет Говорит Знаешь Я вот понял Я сейчас там В медицинский Готовлюсь поступать Вообще Кучу всего изучаю Хорошо Вроде как Подготовился Но за это время Я понял Что ничего Мою дыру С размером с Бога Вообще Не может заполнить И я вообще не знаю Что с этим делать И мне так не хватает Вот этого общения Да Это Как только человек Это опять-таки Я говорю Разные вкусы жизни И если человек Попробовал Высшего вкуса Здесь ему Вот знаете Это как рыбу Выкинуло на берег И тут ему Золотую подушку Принесите Золотую кровать Принесите Я не знаю Рыбе предложите Там я не знаю Все самое прекрасное Что есть в этом мире Да Но рыбе Вода нужна И А человеку Человек вообще Приходит Для того Чтобы Творить Благие дела Это Это природа Человеческая Это божественная природа И вот человеческая природа Когда Это все знают Что самый высший вкус В материальном мире Это вкус благотворительности Но когда Вы начинаете Способны быть Полезны другим А потому что Вы полезны Господу Вот Если кто-то Откроет Вот это Дарование В вас Этот человек Вам будет На всю жизнь Дорог Поэтому поговорим Сейчас о нашем Образовательном проекте В который мы Приглашаем Молодых людей Чтобы познакомить Их как можно Большим количеством Учителей Для того Чтобы Знаете Это как У каждого ребенка Есть огромное Количество семян Вот это Таланты Дарования В сердце И Мы можем Под каток Закатывать Тем что Мы начинаем Сомневаться И так далее И так далее Это Даже через Асфальт Какие-то Листочки Пробиваются Конечно Было бы гораздо Более Прекрасный Урожай Но если Вы Начинаете Поливать Это Если вы Начинаете Рыхлить Землю Если вы Начинаете Какие-то Питательные Вещества Оттуда А это Все Встреча С такими Прекрасными Людьми Потому что Ребенок Он как губка Он все Впитывает Давайте Предоставим Ему Альтернативу Потому что Его пропитывает Эта среда И Я не буду Говорить Чем пропитывает Это как Мне женщина Написала Недавно Что У меня Сын Написал Что он Хочет Поменять Пол Не 17 Половина Ну вот Просто Представьте У вас 17 Половина Лет Был Прекрасный Сын Теперь У вас Что Дочка Или Что Что Это Происходит Вообще Как Это Все А это Все Результат Влияния Сейчас По-моему Нет Ни Одного Фильма Где Трансвеститы Какие То Вообще Просто Какие Ниши Вкус Ниши Вкус Я не критикую Этих людей В конце концов Это Это Бывают Разные Виды жизни Так сказать Но Навязывать Это И Вдалбливать В голову Молодым людям Которым говорят Ну Ты 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 Не Определился Мальчик Девочка Не Определившись Не Спеши Ты Ты Не Все Перепробовал Потому Что Вполне Вероятно Что Ты Уже Не Девочка Потому Что Если Ты Попробуешь Может Быть Ты Уже И Мальчик И Вот Это Конечно Безобразие Но Это Мало Просто Ругать Ну И Что Ругать 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 Они Делают Так Это Вы Прорабатываете Всю Эту Программу Лидер Новой Эпохи Школа Линне Лидер Новой Эпохи Скажи Пожалуйста Что Тебе Лично Там Интересно Почему Ты Там Хотела Учиться Ну Это На самом Деле Такой Вопрос Почему Не то Что Я бы Хотела Там Учиться Я Хотела Чтобы Весь Мир Там Учился Потому Что Это Действительно Нет Ничего Круче Чем Когда Ты Встречаешь Вот Таких Старших Друзей Я бы Сказала Не побоюсь Этого слова Не то Что Я тут Фамильярничаю А Реально Ну Таких Наставников Которые Понимают Тебя Зачастую Лучше Чем Ты Вообще Сам Часто Ну Я вот За себя Могу Сказать Ты Вообще Не Можешь Даже Понять А Почему У меня Допустим Сейчас Такое Стремление К независимости Почему Вот так Я реагирую И Вы сами Марина Знаете Как я Постоянно Ой А почему Так Что Мне Делать Как Мне Себя Вести И Даже Такая Огромная Милость Когда Есть Такие Мудрые Старшие Которые Могут Направить И Особенность Вот Как раз Лины В том Что Мы Хотим Организовать Вот это Пространство Где Будет Возможность У ребят Общаться Вот с Такими Мудрецами У нас Сейчас Ну реально Мало Примеров В жизни Таких Старших На которых Хочется Равняться За которыми Хочется Идти Ради Которых Вообще Хочется Что-то Делать Это Как Игорь Александрович Киршин Один из Рыцарей Гуманной Педагогики Недавно Тоже Удалось Посутствовать На встрече С ним И он Сказал Такую вещь Он говорит Вообще Ученики Учителя Должны Влюбиться Вот если Они чувствуют Вот эту Влюблённость То реально Тебе ничего Другого Не надо И я вот Сама Замечаю Даже Вот этот Ролик Он получился По вашей милости По сути Говоря Но самое Здоровское Вот это Ощущение Было Когда Я понимаю Там допустим Много недочётов Просто была Мною Какая-то Проделанная Работа И вы порадовались И вот это Ощущение Когда ты Сумел Порадовать Ты чувствуешь Что вау Вот Господь На сегодняшний день Он доволен Завтра мне конечно Уже что-то другое Нужно будет Такое Эдакое Придумать Чтобы удивить Но вот это Чувство Что ты порадовал Это реально То ради чего Стоит жить И как бы Твоя жизнь Она тогда Становится Внутреннее Она гораздо Более такая Интересная И ты уже Не гонишься Я почему Вот в начале У вас спросила Что же нам делать Когда мы заходим Там в инстаграм В тикток Сейчас Реально Очень много Примеров Молодежи Которые Вот просто Там пьют Едят только С макдоналдса Пьют кока-колу Вместе там Живут Обжимаются И все это Так классно Показывает Что заходишь Думаешь Вот она Жизнь А на самом деле Ничего там Такого нет Там же вообще Такая пустота И вот Лине Как раз таки Это Проект Для тех Кто хочет Менять себя Для тех Кто хочет Все таки Идти путем света Кто не Вешается И не ведется На вот это Все такое Яркое Красочное Но на самом деле Пустое А хочет Я не побоюсь Так выразиться Хочет идти По стопам По стопам Наших учителей По стопам Мудрецов И тоже Привносить В этот мир Вот как Они Потом Что-то Светлое Ну в свое Время Каждого В свое Время Но Хочется Именно Как можно Больше Вот знаете Напитаться Вот этим Общением Вот просто Все-все-все Перенять Чтобы потом Точно так же Это отдавать Спасибо большое Я вот Предвосхищаю Вопрос Я вот очки Не взгляни Что он пишет Но Я предвосхищаю Вопрос Когда ты говоришь Мне очень Порадовало Ну как бы Порадовать Учителя И я была От этого Счастлива Но можно сказать Что Может ты теперь Своей жизнью Не живешь Вот ты теперь Ходишь только И радуешь Своих учителей То есть Вот это такая Тонкая грань Между Выслуживанием И служением Чем же Они отличаются Как вот Как ты Не теряешь Свою личность Вдруг Тобой Хотят Пользоваться А вдруг Тебя куда-то Вообще Просто эксплуатируют Как ты думаешь О Потому что Ты влюбляешься В человека Ну тебе просто Вот хочется Что-то делать И ты не задумываешься Там Как-то Вдруг меня будут Использовать Ну это какое-то Мне кажется Это всем знакомое Чувство И Потом я у вас же Спросила Я просто Вас же сейчас Процитирую Что Служить Десконечно Можно только Слуге Но это Реально Когда ты видишь Что человек Твой учитель Близкий человек Он просто Вот так 24 на 7 Себя отдает То У тебя Естественным образом Вот это Рождается Чувство Господи Да хоть бы Чем-нибудь Быть ему полезным Вот просто Хоть бы Чем-нибудь Вот это Самое главное Потому что Я реально Согласна Я не могу Служить Ну просто А вы кому Просто Кому-то Ну простите Нет Да это правда Потому что Это Действительно Порождает Когда ты видишь Учителя Пример По себе Могу сказать Что ты видишь Как учитель Выкладывается И тебе хочется Быть ему полезным Я не знаю Как маленькая Собачка Тапочки приносит И вы думаете Ой ну надо же И вот Ты просто Тебе такую радость Доставляет Просто Ну я не знаю Водички Принести А ему даже Некогда Вообще Воды топит Честно И вдруг Он так Ой спасибо тебе большое И пьет воду И ты думаешь Ой какое счастье Что я могла угадать Вот это вот Да И вот Интересно Что в современном мире Слово слуга Оно насколько Отвратительное Потому что Есть эксплуататор Жертвы Агрессоры И так далее Вот это Мир двойственности Но на абсолютной платформе На духовной платформе Единственное Что мы хотим На самом деле Это быть полезным И для того Чтобы быть полезным И согласитесь Это нужно Во-первых Быть внимательным Как ты можешь быть полезным Если даже не замечаешь Никого кроме себя Ты не можешь Ты уже бесполезный Как можно быть полезным Если ты нетерпеливый Да Ты просто Как молодой бычок Там не знаю Роешь Там что-то такое Да То есть Просто беспокойство Преносишь И если мы начнем Рассматривать Я вот просто Вас даже Другие наши Подписчики Просто подумайте Вообще Вот Без чего Невозможно Служение И вы вдруг поймете Что служение Это и есть любовь Это и есть любовь Та которую мы ищем Та как мы хотим Любить Мы хотим быть Любимыми Это так естественно И там наши Зрители спрашивают Что это за школа О какой школе идет речь Это наш новый проект Мы недавно посчитали У нас 23 проекта Это будет 24 Вот Это проект Который мы Сейчас организовываем Специально для молодежи У нас есть Был проект Молодая гвардия И Смеемся и говорим Что Не бывает Молодых гвардейцев В прошлом Они либо есть Вот это в душе Есть Либо нет То есть этот человек Он остается Молодый гвардейц Вот сейчас Есть разум Тинс И вот сейчас Мы планируем Именно для тех Подростков Которые Хотят В этом мире Что-то Ну как-то Повлиять На мир Не просто Быть потребителем Не просто Чтобы Мне все Приносили Готовенькое Пусть у нас Будет Немного Подростков Знаете Как в школе Щетинина Как-то раз Один мой знакомый Он очень крутой Бизнесмен И он поехал Со своим сыном В школу Щетинина Устраиваться Там конкурс Ну и он говорит О, у вас тут Такой Нужный ремонт Сделать Я способен Я могу спонсировать И так далее Михаил Петрович Он очень был Такой вот Ну абсолютно На это не падкий То есть Ну как это Что есть То есть Как бы Бог пошлёпся И вот С сыном Он С сыном Разговаривает И понимает Что сына Просто настолько Как бы Покупают Всё время Что Сын мыслит Категориями Исключительно Вещей Исключительно Ну то есть Нет абсолютно Никакого контакта С душой Нет понимания Вообще Глубины То есть Закрыт уже Ребёнок Полностью И он просто Ну мыслит Категориями Что я Получу Здесь Потому что Я привык Получать И уже У меня претензии К этому миру Как у получателей А если Я только Получаю А не отдаю У меня Энергия Творчества Отсутствует Но она Просто Она просто Знаете Завалена Вот этим всем И вот Это очень удивительно Что Михаил Петрович Сказал Я не могу Взять Вашего Ребёнка А тот Привык Везде Двери Открывать Как это Вы не можете Взять Вашего Ребёнка Говорит Вы поймите Папа дорогой У вас ребёнок Мёртвый Уже Мёртвый Это знаете Как На могилах Многих людей Можно было бы написать Умер в 30 Похоронили в 70 А сейчас На могилах Можно было бы написать Умер в 10 В 15 А похоронят Может быть В 70 То есть Человек С выключенными Глазами И это нужно Знаете Это как Железный пруд В огне Надо очень долго Держать Чтобы он Раскалился И вот Подобного рода Школа Это огонь Где вот этот Вот пруд Который Он может Раскалиться И он Тогда приобретает Свость в огне И вот Это очень важный Момент Который Очень хотелось бы Чтобы У нас Получился Дорогие наши Слушатели Пожалуйста Благословите И Ну можешь Еще один вопрос Выбрать Себе И ответь Потому что Уже время Концов Но И сразу хочу сказать Что Мы скоро Начнем рекламу По поводу Этой школы И В инстаграме Будет выложено В разных Наших Соцсетях Поэтому Не переживайте Не пропустите Тут Есть Вопрос Ну Так Бывает Такое Что Взрослые Как-то Обидели Не понимают Что Детям Очень Больно Ждут Извинений Мама Один раз Извиняется Если По моему Мнению Этого Недостаточно Мама Обижается Извиняться Должна Я То есть Это Девочка Требует Извинений С мамой Да То есть Я Требую Получается От старших Каких-то Извинений Вот так Но Сразу могу Сказать Что Как только Мы Становимся Не на свое Место А что Значит Требую Что значит Я считаю Недостаточно Я оцениваю Маму Поэтому Мама У меня Здесь А я Вот здесь Я Такой Понти Пилат Который Сверху Говорит Недостаточно Поклонись Ниже Еще Ниже На колени И самое Удивительное Что бы ни Сделала Мама Это Меня Не удовлетворит Потому что Я здесь Сверху До той поры Пока я не займу Своё Положение Природное Положение Я буду Несчастным Человеком Если вы Несчастные По своей Природе Люди Знаете У вас нарушены Отношения Со старшими С равными И с младшими Найдите Там Где у вас Идет Нарушение Вот это И до той поры Пока мы будем Оценивать Просто И делать Это Идет Разрез Всем Священным Писанием И это Означает Что это Богу Не нравится А если Это Богу Не нравится Мама Не горюй Пристегните Привезные Ремни Такая Турбулентность Начнется В жизни Что И тошнить Будет И гигиенический Пакет Не поможет Поэтому Выровняйте Свои Отношения С родителями У нас осталось Мало времени Пожалуйста Я тебя В течение Минуты Обратись Пожалуйста Из сердца Своего Что-то скажи Своим сверстникам И что-то скажи Взрослым людям Которые пришли К вам На эфир Спасибо огромное Дорогая Марина Замшерифовна Это просто Ну я думаю Очень ценный Такой Получился Ценная беседа И ваша мудрость И Я наверное Ребятам Только Таким же Как я Хочу Сказать Что Беря в учет То что я Сейчас от вас Слышала Самое главное Вот Чтобы мы Какие бы Не знаю Конфликты Не возникали Претензии Обиды Это все Какие-то на самом деле Мелочи Которые преодолеваются Просто Когда ты становишься Учеником По жизни Когда вот Занимаешь свое место И Даже если вначале Это тяжело сделать Но потом Возвращаешься И думаешь Все-таки А что я здесь Должна сделать Как-то У нас вот тоже Ну Просто с мамой Вот так все Конфликты решаются То что каждый думает Что не так Сделала я Это точно Ты сразу дала Обой аудитории Что не так Сделала я И что я могу Сделать Другой Вот Спасибо вам большое Дорогие наши Подписчики Что вы с нами Сердцем А мы с вами Всего вам доброго Спасибо огромное Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому